Станция Аладовская. Конечная. Здесь нет жары и пробок. Каждый день метро пользуются порядка 30 тысяч самарцев. Чтобы не создавать рисков инфицирования на время пандемии, руководство метрополитена реализует весь комплекс профилактических мер. В первую очередь контролирует соблюдение масочного режима. Наши сотрудники следят строго за тем, чтобы лица без средств индивидуальной защиты не проходили на территорию метрополитена. У нас таких случаев много еженедельно. Там несколько десятков человек мы отправляем обратно. Они создают опасность для остальных участников передвижения. Масочный режим в метро по наблюдениям специалистов установился надежнее, чем где-либо. Уже на входе люди надевают защитные средства. Остаются детали напомнить, как нужно носить маски, чтобы наверняка избежать заражения. Закрыты щеки, слизистая оболочка и не касаться руками лица. Кроме того, с 1 июля вводится новый закон 248-й. Он не заменяет 294-й. Это наблюдение. Мониторинг в транспорте будут проводить и сотрудники Роспотребнадзора. Самарский регион один из первых ввел масочный режим еще в мае прошлого года. За нарушение предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. Мы проводим 12 рейдов в день. В среднем около 10-15 человек в неделю попадают под протокол. Как правило, все они пассажиры наземного транспорта. Только за этот год получили повестки в суд около 300 самарцев. Стоит отметить, протокол выписывают на тех, кто идет на конфликт из-за упрямства или своих убеждений, а также на тех, кто забыл взять в дорогу маску. Я не то, что не верю в ковид. Я в медицину вообще не верю. Не хожу в больницу. Нарушителю пришлось покинуть транспорт. Далее работу с ним продолжат полицейские. Несоблюдение мер индивидуальной защиты провоцирует всплеск заболеваемости. Такое поведение может дорого стоить для тех, кто едет в транспорте с нарушителем, считают компании-перевозчики. В настоящее время усилена работа с экипажем на транспортном предприятии. Сейчас у нас очень активно наши сотрудники начали вакцинироваться. Несмотря на это, мы предупреждаем, что стоит носить защитные средства, надевать их в начале рейса и не снимать до окончания смены. Солидарны и многие горожане. Конечно, нужно обязательно в маску-то в автобусе одевать. Лучше быть защищенным, чем заболевшим. Я думаю, сейчас вирус самый злой на фоне особенной жары, так что лучше носить маску. Жаркое лето – не повод снимать маски, напоминают эксперты. Доказано, что ковид гибнет лишь при температуре выше 60 градусов. Поэтому правила остаются неизменными. Вход в салон исключительно в маске. При отказе ее надевать – остановка движения и высадка пассажира. Такую меру принял оперштаб еще прошлой осенью.